всем привет сегодня вам расскажу как русская лото хочет нас кинуть на ярд рублей почему хочет потому что тираж только состоится но принцип от этого не поменяется вот собственно их не сайт все про него знают это заманчивая такая информация один миллиард рублей да да мы разыграем начнем по порядку все как говорится я не охрененный такой специалист в области лотереи но как говорится путем простых умозаключений у меня вышла одна очень интересная информация давайте я как говорится свои свои как говорится то что у меня получилось так скажем моего расследования моих наблюдений потому что к сожалению про про прошлый миллиард рублей я тоже в курсе что тут пишут нам официальный источник то есть сайт их не это события жителей россии ждут весь год новогодний тираж русского то самый щедрый розыгрыш в истории лотереи а то есть в том году это не самый щедрый тоже разыгрался миллиард но окей ладно допустим они что-то там видать забыли как-то случайно про прошлый розыгрыш может появиться первый лотерейный миллиардер да 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 мы разыграем 1 миллиард рублей внимание купить билеты можно уже сейчас собственно 1 1 начнем с того что этот 1 миллиард так 1 миллиард он не будет собственно разыгран в пользу одного конкретного человека в лучшем случае вы его разобьют от четырех до десяти человек ну там 45 человек то есть ровное количество на которой делится от миллиард либо либо есть так второй вариант один какой-то человек получит пол лярда а остальные а на остальных там меньше миллиона человек почему один миллион это вам объясню собственно остальные на остальных по получит оставшийся выигрыш то есть в каком плане вы купили билет допустим за 150 рублей получите 140 152 так таким образом вы с одной стороны же как бы ушли в плюс на 2 рубля и не проиграли но с другой стороны вы ничего ценного не поимели давайте изучим дальше сайт на самом деле это все написано и можно посчитать в прошлом году новогодний тираж русского лото вызвал небывалый ажиотаж принял участие 42 миллиона пятьсот тысяч человек то есть 42 ляма людей купила билеты мы помнят то есть посчитав на калькуляторе открываем наш калькулятор вот калькулятор они рассчитывают что 50 миллионов человек 1 2 3 купят билеты по 150 рублей 50 рублей билет отлично 7 500 лярдов почему 150 почему именно 150 рублей а не 100 как обычно обычная цена 100 рублей очень просто они боятся что они не наберут нужную им сумму то есть 5 лярдов грубо говоря и поэтому не подстраховались и накинули 50 рублей а теперь давайте посчитаем из этой суммы будет разыгран так а также новогоднем тираже 100 призов по одному миллиону рублей то есть 100 призов по миллиону рублей это у нас 10 100 миллионов 1 лярд и и 100 миллионов тьфу копейки вычитаем из этой суммы 1 1 1 1 лярд и и 100 миллионов 6 400 остается то есть 6 400 будет распилена надо сказать чтобы разыграть эти эту сумму то есть 1 миллиард 100 миллионов значит изначально у них какие-то деньги не на раскрутку этого дела потратили ну грубо говоря у них допустим 2 лярда было изначально то есть 2 лярда к примеру миллионов 500 на рекламу там еще миллионов четыреста там на аренду помещений на оплату разных расходов там зарплату сотрудникам и так далее тогда я короче различная фэшинговая реклама и прочее прочее там среди блогеров то есть 2 лярда не затратили и хотят отбить собственно с этих денег собственно они все это легко покроется вычитаем отсюда из этих денег 2 лярда остается у нас 4 500 ой 4 блин 5 500 лярдов окей 5 500 вычитаем отсюда 1 лярд 100 остается 4 400 то есть 4 4 ярды 400 они распилят между собой эти замечательные люди есть конечно предположения на каких-то допустим определенных круг лиц но лучше я собственно не буду не озвучивать ни фамилии ни эту подобную информацию потому что это как говорится мои предположения и видеоролик забанят на ютубе но и несмотря на это все собственно его могут и так забанить так что делитесь это всем добавляйте к себе социальные сети и и прочее так что вы понимаете как это все произойдет то есть то есть грубо говоря 50 миллионов ну около 50 миллионов по моим там прикидка около 50 миллионов купят билеты разные различные бабульки у нас очень много пенсионеров они любят покупать билеты и в честь такого случая они кто-то будет по 10 по 100 некоторые особо как говорится и тысячу билетов купят но выиграет я вам говорю 1 миллион но 2 миллиона без разницы сколько ну сумма конечно уже известно 1 1 миллион 1 ярд 1 миллиард 100 миллионов вот эти люди и выиграют а остальные как сказали бы гопники просто упадут на клык как бы грубо это не звучало но вот так вот собственно и произойдет но но тираж еще не начался он только будет мы можем собственно заявить громко об вообще услышание это в социальных сетях и не попасть на это кидалово хотя многие уже купили но есть время есть время остановиться и оставшимся кто думает купить не купить естественно естественно не купить потому что вот вот эти деньги сумма которая им упадет это 1 миллиард 1 миллиард 1 миллиард и 400 миллионов упадет им зачем их спонсировать давайте эти 150 рублей блин купите купите себе блин шоколадок купите блин лекарств да просто в этот круглый круглый этот самый шар детям отдайте просто через интернет тем же детям отправьте эти 150 рублей от этих денег там гораздо больше пользы будет чем уйдут этим лицам многие 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 догадываются кто но не буду я называть вы сами прекрасно понимаете легко сможете найти в интернете информацию чья это собственно контора я не первый год занимаюсь различными разоблачениями и в этот раз я решил собственно разоблачить одних из собственно крупных кидал просто нас просто кидает на миллиарды денег которые в отличии от тех же американских лотерей где тоже люди играют ну собственно там блин реально люди выигрывают а есть такие махинационные схемы почему я у меня приходят такие варианты потому с мошенничеством что часть денег просто никому и не достанется у нас куча современного программного обеспечения будучи вы видите цифры все указаны тут на сайте не трудно посчитать сколько у них денег есть уже на руках у каждого из этих людей кто принимает в этой миллиардной афере сколько у них уже есть денег и какой-то софт подключить к этой штуке это легко это даже учитывая какие же трюки проворачивают нынешние иллюзионисты для них это просто в два счета и в какой-то прекрасный момент как в прошлом тираже кто-то выиграл пятьсот миллионов с понтом дело выиграл джекпот который никто не выиграл выиграл один человек насколько помню было сумма пятьсот это пятьсот миллионов а остальное просто разбили на всех оставшихся какое-то странное совпадение очень странное и когда это лотерея должна была идти в прямом эфире этот прямой эфир в разных регионах страны шел в разное время эти прямые эфиры шли очень странно и тогда уже тогда я посмотрел по ютубу полазил и понял что тогда всех поимели нетрудно посчитать какую сумму они взяли в прошлый раз но в этот раз они решили что ж в россии сто пятьдесят миллионов людей есть к чему стремиться лохи всегда найдутся собственно они так считают и купится непременно купится собственно это это собственно примерно это примерно то же самое как играть у этих каких-то игровых автоматах то есть ты кидаешь денежку да ага ты ты блин закинул сто рублей да тебе сто рублей выпало с одной стороны как бы выиграешь но на деле ты просто те же деньги прокрутил но там тебе к этим деньгам какая-то копейка добавится и на деле вот этот собственно вот эта сумма каждому по копейке каждый на копейку больше получит человек какая-то какой-то один процент грубо говоря из этого миллиона человек ну может быть два миллиона человек не не столь важно какие-то грубо говоря человек а десять получат какие-то более крупные выигрыши и получат ли они на самом деле мы это достаточно трудно будет это проверить потому что имея такие деньги можно сделать так чтобы нужные каналы нужные новостные агентства сказали выдали нужную информацию так как мы лично не будем знать точно не будем знать этих людей для нас это незнакомые люди а поэтому действительно ли он выиграл далеко не факт я понимаю что если это твой сосед блин с четвертого этажа ты сможешь это точно узнать к примеру а если это хер знает кто хер знает откуда то ну может быть он выиграл а может нет ты сходил купил этот билет за 150 рублей ну получишь 155 или 157 а вот эта фишка с невыпадением там какого-то количества шаров блюсь как говорится об заклад что они точно уже задолго эти дотиража будут знать какие шары не выпадут да даже им не так принципиально сколько сколько не выпадет шаров не заморачивайтесь один не упадет 2 10 вообще пофигу это чистая математика кто владеет математикой может оставлять к свои комментарии на эту тему тот может просчитать вариации как говорится и по выигрышем и как это все происходит даже если все шары выпадут собственно они все равно станутся в плюсе понимаете сколько не поимеют денег и сколько истратиться будет на билеты там у них такие финансисты и такие математики сидят что они все гипотетические шансы просчитывают и анализируют этот как говорится рынок сбита сбыта билетов накануне поскольку билетов и и после когда уже это все запустилось этот маховик и скажет да знаете работает но 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 мы еще можем это все дело остановить и взять резко и перестать брать эти билеты и они очень круто удивятся когда вдруг тираж который на носу собственно он возьмет и соберет гораздо меньше чем они ожидали и они не наберут этих сумм и тогда они задумаются а знаете ребята ну может хватит дурить народ ну херсти сознаваться не будем ну давайте что как-то сделать это честнее что ли у нас страна демократия демократическая как ну ну как бы как бы демократическая страна но блин как бы мы не обсирали ту же америку у них это как-то делается все как-то по честному люди пришли купили они честно получили ну и там конечно и тратят люди на билеты там там блин вот к этому делу относятся как-то почестнее и собственно все все собственно остается все остаются довольны а тут такая система простая не трудно не трудно рассчитать сколько пример выиграет сотый тысячный выигрыш выигрышный примерно примерно добавляя к сумме рубля 2 собственно чтобы не быть голословным я покупал в прошлом каюсь покупал билет в прошлом собственно тираже и к тому к сумме к стоимости билета добавилось 2 рубля я просто отдал его брату и что он просто забрал эти копейки себе так что не попадайтесь на эту навязчивую рекламу устанавливать блокируйте их не сайт добавляйте в спам фильтры и прочее прочее в частности товарищи пенсионеры не тратите деньги на эту парашу я вас умоляю ва ва вы уже на пенсии потратите деньги на чё-то полезное сходите хлеба купите каких-нибудь соленьев чё-то чё-то полезное для люди которые более старшего возраста ну блин ну не тратьте время и деньги на эти грёбаные на эту грёбаную лотерею блин я конечно отношусь крайне плохо к алкоголю к алкоголю к алкоголю и всему вот этому происходящему ну блин если вы эти вы просто это время просто пробухаете или проведете с близкими гораздо полезнее будет если вы эти деньги пропьете вы какие-то собственно с друзьями какие-то более большие эмоции получите чем просто отдадите эти этим лицам так что не попадайтесь на развод будьте умнее и распространяйте это видео видеоролики этот видеоролик может блин может быть заблокирован в течение нескольких дней потому что когда речь идёт о таких больших деньгах я думаю они не поскупятся ни на чём и даже в ютубе могут подкупить людей чтобы чтобы этот видеоролик был удалён с ютуба поэтому копии его я обязательно сохраню и перезаливать и вы везде добавляйте в свои социальные сети делитесь с другим с другими людьми чтобы они знали про это самое так что этот вот эта лотерея это вот примерно то же самое как как вот эта афера с банковскими картами когда людям приходила какие какая-то смс ссылка когда они заходили скачиваясь приложение у них деньги с карты уходили ну тогда это мошенничество было с программным обеспечением и с людей тогда не сознательно деньги уходили а тут вы это делаете сознательно а какие математические шансы вот я вам показал что и кто сможет выиграть не будьте настолько наивными выиграть у наперсочника в метро шансов больше реально реально выиграть у него он более честный человек чем вот эти товарищи поэтому давайте будем умнее и не будем в этом в это говно играть и тогда они останутся ни с чем и возможно быть может быть они задумаются что надо это все менять надо если прямой эфир то он должен быть прямой везде во всей стране и несмотря на то какая большая страна они может быть задумывать и будут закроют вот эти вот эти свои левые схемы и машинические эти самые короче чтобы если лотерея то честная лотерея как как в демократических странах а они то чтобы взять и кинуть людей на получается лярдов на пять всем спасибо за внимание еще раз повторяю распространяйте этот видеоролик чтобы мы остались при своих деньгах конечно 150 рублей это может быть и для пенсионера не такая большая сумма но со всей стороны по 150 рублей очень большие деньги всем спасибо за внимание всем пока берегите себя спасибо